Дипломатическая миссия Дидье Конеса, как посла Франции в Беларуси, началась в сентябре 2016 года, и Брест стал первым городом, в который он отправился с официальным визитом. Его встреча с губернатором региона Анатолием Лисом была спланирована заранее. Участие в ней приняли представители Управления экономики во главе с заместителем председателя областполкома Андреем Клецем. Краткий экскурс по Брестской области, который провел руководитель областной администрации, и разговор перешел в более предметную плоскость. На взгляд Анатолия Лиса, Брещена с выгодным географическим положением, развитой инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом, может быть интересно французскому бизнесу. Для вхождения капитала в акционерные общества региона есть все возможности. Товарооборот 16 миллионов долларов за 11 месяцев 2016-го оставляет желать большего. Это конечно очень мало даже при том товарообороте, который мы имеем в целом. В чем мы видим, допустим, сотрудничество и хотели бы видеть вхождение французских компаний в акционерный капитал наших хозяйственных субъектов. Это конечно вопросы машиностроения, которые развиты во Франции, мы хотели бы видеть здесь. Также легкая промышленность, которая у нас имеется, но мы знаем, что легкая промышленность во Франции также развита, и мы бы готовы были сотрудничать в этой сфере. Это химическая, парфюмерно-косметическая промышленность, но это конечно лидеры мировые Франции. Поэтому в этих направлениях у нас есть заводы, небольшие и побольше предприятия, которые сегодня готовы к сотрудничеству. Дидье Канес отметил, что углубление сотрудничества с Белоруссией является приоритетной задачей его миссии. Такая цель была поставлена перед ним руководством страны при назначении. Министры странных дел мне назначили четкую миссию, это углубить наш политический диалог и развивать сотрудничество во всех областях, в экономической области, в области образования, в области культуры. Так что я с этим взялся и увидите, какие там, конечно, планируются мероприятия. Но в этом году, то есть мы совсем скоро будем отмечать 25-летие установления наших двусторонних дипломатических отношений. И в течение года будут несколько мероприятий, которые вот с этой годовщиной связаны. В программе визита Дидье Канеса посещение 15-й школы, областной библиотеки, встречи с представителями бизнес-сообщества Брещины, посещение СЭС Бресса, а также поездка в Пружаны, где он побывает на предприятии с французским капиталом «Данон». Это пример крупной французской инвестиции в Беларусь. «Данон» построил два завода в стране, одна из них в области. И это вот такой выдающийся пример нашего экономического сотрудничества. Есть потенциал у двух сторон в развитии и расширении культурных, образовательных, туристических проектов. Тем более в свете последних решений белорусского правительства о пятидневном безвизовом периоде, который будет действовать в аэропорту Минск для граждан 80 стран, в том числе Франции. Дидье Канес подчеркнул, что любое упрощение визовых процедур сказывается положительно на развитии туризма. Будут ли предприняты ответные действия со стороны Евросоюза на этот вопрос дипломат ответил дипломатично. Все может быть. Франция приложила много усилий, чтобы облегчить визовые процедуры. Сейчас, как правило, визы во Франции выдаются за два дня максимум. Тоже упростили процедуру для выдачи многократных виз на срок от года до пяти лет. Потом, что касается перспектив полного отмена виз, то вы знаете, что этот процесс уже начался в рамках Европейского союза. Так что есть рабочая группа, которая этим занимается. Все может быть. Все может быть. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.